Здравствуйте! После ознакомления с устроением и работой зрительной системы человека, мы уже можем переходить к рассмотрению наиболее распространенных патологических состояний глаз, сопровождающихся нарушением струты зрения. Особое внимание мы уделим тому, как современная офтальмология справляется со зрительными дефектами и болезнями. Зачем нам это знать, спросите вы? Мы ведь хотим оздоровить глаза природным альтернативным способом. Действительно, этот видеокурс нацелен в первую очередь на раскрытие сути самого известного альтернативного метода лечения глаз. Но для того, чтобы вы лучше поняли особенности данного метода, вам нужно хотя бы кратко ознакомиться с традиционными способами коррекции дефектного зрения. Начнем мы с, пожалуй, самых распространенных нарушений зрения, связанных с аномалиями рефракции оптической системы глаза. В нашем случае рефракция – это преломление попадающих в глаз лучей света роговицы и хрусталиком с целью их фокусировки для получения четкого изображения на сетчатке. Близорукость. При миопии, то есть близорукости, свет от удаленного объекта фокусируется перед сетчаткой глаза. В результате объекты, расположенные вдали, расплываются, а предметы вблизи остаются четкими. Близорукость развивается, когда форма роговицы становится слишком изогнутой или когда длина глаза слишком большая. При близорукости глазное яблоко в продольном разрезе становится больше похоже на овал, чем на круг. Это приводит к тому, что почти параллельные лучи света от удаленных объектов в таком глазу преломляются слишком сильно, и на сетчатку попадают уже расфокусированные лучи, создающие нечеткое, расплывчатое изображение. Дальнозоркость. При гиперметропии, то есть дальнозоркости, свет от удаленного объекта фокусируется за сетчаткой глаза. Как правило, люди, страдающие дальнозоркостью, жалуются на то, что им трудно увидеть предметы с близкого расстояния. При этом предметы, рассматриваемые издалью, могут расплываться или нет. Это зависит от степени дальнозоркости и возраста человека. У дальнозорких людей нередко бывают головные боли и неприятные ощущения в глазах. Они быстро утомляются, чтение сильно затруднено, а порой практически невозможно. Дальнозоркость развивается, когда форма роговицы становится слишком плоской или когда глаз слишком короткий. В результате изображение близкого объекта фокусируется не на сетчатке, а за ней. При этом на сетчатке вместо резкой точки создается расплывчатое пятно. Старческое зрение. В молодости хрусталики наших глаз отличаются с чрезвычайной эластичностью, что позволяет нам легко фокусировать зрение на объектах вблизи. Но со временем хрусталик становится менее эластичным, что затрудняет фокусировку зрения на близлежащих объектах. Такое состояние называется пресс-биопией, которое является естественной частью процесса старения у всех людей, даже у тех, кто никогда ранее не испытывал проблем со зрением. На ранних стадиях пресс-биопией большинство людей начинает испытывать трудности при чтении мелкого шифта, который используется, например, в меню, в сотом телефоне, в газете. Обычно люди реагируют на это, отодвигая текст подальше от глаз, и же начинают использовать дополнительное освещение. В дальнейшем же большинство людей уже не могут отводить печатный текст на расстояние, достаточно большое, для того, чтобы они смогли его хорошо рассмотреть. Пациенты часто жалуются, что у них руки стали слишком короткими. На этой стадии большинство пациентов нуждается в том или ином средстве для коррекции ближнего зрения. Астигматизм Астигматизм – это нарушение рефракции глаза, при котором световые лучи, попадающие в него, преломляются неправильно, и фокусируются не в одной, а в двух различных точках, причем ни одна из них может не находиться на сетчатке глаза. Место, где фокусируется изображение, зависит от того, сопровождается ли астигматизм близорукостью, миопией, или дренозоркостью, гиперметропией. Астигматизм вызывает искажение или размытость изображения как на близком, так и на дальнем расстоянии. Причиной астигматизма является неравномерное искривление роговицы. В норме роговица искривлена равномерно во всех направлениях и имеет круглую форму, подобно мячу. При астигматизме поверхность по одному меридиану искривлена больше, чем по другому. Вследствие этого, передняя поверхность роговицы приобретает форму, похожую на поверхность мяча для игры в американский футбол. Кроме аномалий рефракции, зрение человека может также быть нарушено в результате патологических изменений в некоторых частях глаза, а также при расстройстве согласованной работы глазных мышц. Среди нарушений зрения и связанных с аномальными рефракцией, особое место занимает косоглазие или стробизм. Стробизм означает несуществность глазных яблок. Есть много разных видов стробизма. Если глаза сходятся, это называется изотропией. Если глаза расходятся, это называется экзотропией. В некоторых случаях один глаз может быть повернут выше, чем другой. Это случай так называемой гипертропии. Состояние, когда один глаз смотрит ниже, чем другой, называется гипотропией. Косоглазие может быть периодическим, постоянным или поочеркну наблюдаться то на одном, то на втором глазу. Стробизм бывает разной степени, от малой до большой, в зависимости от величины и расхождения между глазами. Стробизм поражает взрослых и детей по-разному. У детей симптомы стробизма обычно незначительные. Родители замечают, что дети наклоняют голову на одну сторону, чтобы лучше видеть, или закрывают тот глаз, который имеет отклонение. Симптомы стробизма у взрослых могут быть более серьезными. Люди с стробизмом теряют бинокулярное зрение, что приводит к двоению и потере с чувством восприятия глубины. В результате могут появляться головные боли или напряжение в глазах. Глаукома. Глаукома – это группа глазных заболеваний, вызывающих порождение зрительного нерва. Зрительный нерв – это часть глаза, передающая изображение, которое мы видим в мозг. Глаукому часто называют бесшумным вором зрения, который постоянно крадет зрение без предупреждения и часто бессимптомно. Если глаукому не лечить, она может привести к слепоте. Ранее считалось, что главной причиной порождения зрительного нерва было повышенное внутриглазное давление. Хотя повышенное давление, несомненно, является фактором риска, нам теперь известно, что свою роль играют и другие факторы. Иначе как объяснить, что даже люди с нормальным внутриглазным давлением могут терять зрение из-за глаукомы. Прежде чем понять, как развивается глаукома, нам нужно знать, как циркулирует глазная жидкость. Жидкость вырабатывается внутри глазного яблока структурой, называемой ресничным телом. Эта структура расположена сразу же под радужной облочкой глаза. Жидкость проходит через рычок и покидает глаз через дренажную систему глаза, которая называется трабикулярной сетью. В здоровых глазах между жидкостью, которая вырабатывается в них, и жидкостью, которая вытекает из глаз, существует равновесие. В результате внутри глаза устанавливается нормальное и относительно постоянное давление. Это давление поддерживает форму глаза, питает его, благодаря чему глаз работает нормально. Такое давление мы называем внутриглазным. Именно его измеряет ваш глазной врач во время обследования ваших глаз. Глаукома вызывается различными глазными заболеваниями, которые в большинстве случаев приводят к повышению внутриглазного давления. В глазу с глаукомой выработка жидкости превышает ее отток. Не найдя выхода, жидкость собирается в передней части глазного яблока, увеличивая давление в нем. Через какой-то период времени это повышенное давление передается в остальные части глаза. Зрительный нерв является наиболее уязвимой областью, которая больше всего страдает от повышенного внутриглазного давления. Постоянное повышенное давление или скачкообразное ее повышение могут повредить зрительную нерву, что приводит к потере зрения и без лечения угрожает слепотой. Катаракта Катаракта – это часть процесса старения, но она не обязательно должна нарушать ваш образ жизни. Катаракта – это затемнение хрусталика внутри глаза. Чем больше затемняется хрусталик, тем больше расплывается зрение. Человеческий глаз похож на фотокамеру. Когда вы делаете снимок, линза в передней части камеры пропускает свет и фокусирует его на пленке. Свет попадает на пленку и получается изображение. Глаз работает практически так же. Прозрачный хрусталик пропускает свет. Свет фокусируется роговицу и хрусталиком на тонком слое ткани, который называется сетчаткой. Сетчатка вашего глаза работает подобно пленке фотокамеры. Когда сфокусированный свет падает на сетчатку, создается изображение, которое отсылается в мозг. Как грязная линза фотокамеры приводит к размыванию изображения, точно так же любая значительная катаракта в хрусталике затуманивает зрение. По мере того, как катаракта растет и затуманивает хрусталик, развиваются все более заметные симптомы. Эти симптомы могут включать в себя замутненные или расплывчатое зрение, тусклые цвета, раздвоенное или мультиплицированное изображение, а также плохое ношное зрение. Отслоение сетчатки. Отслоение сетчатой оболочки глаза происходит, когда слои сетчатки отделяются от питающей ее сосудистой оболочки. Основная причина этого заболевания – разрывы сетчатой оболочки. Если разрыв образовался, то через него жидкость из стекловидного тела проникает под сетчатку и отслаивает ее от сосудистой оболочки. Отслоившаяся часть сетчатки не посылает нервные импульсы по зрительному нерву в мозг. Отслоение сетчатки, если его не лечить, может губительно сказаться на зрении человека и считается офтальмологией крайне опасным состоянием, требующим неотложной медицинской помощи. В следующей части этого видео рассмотрим основные методы современной медицины, облегчающие жизнь плоховидящих людей. В настоящее время существует три признанных способа коррекции зрения при нарушениях рефракции. Очки, контактные линзы и микрохирургические операции на глазах, в частности с помощью эксимерного лазера. Все эти способы преследуют одну цель – отклонение лучей света, идущих от рассматриваемого предмета, в ту или иную сторону в зависимости от вида аномалий рефракции. Эта цель достигается путем использования известных еще и школы особенностей прохождения света через собирающие и рассеивающие линзы. Если совместить вершины двух призм и пропустить через них пучок параллельных лучей, то в результате преломления образуется пучок расходящихся лучей. Если очлифовать края таких призм, то получится рассеивающая линза. Если совместить основание двух призм и пропустить через них пучок параллельных лучей, то в результате преломления образуется пучок сходящихся лучей. Если очлифовать края таких призм, получится собирающая линза. Рассеивающую и собирающую линзы применяют, соответственно, для коррекции близорукости и дальнозоркости. В близоруком глазу сетчатка слишком далеко расположена от хрусталика, и пучок лучей от удаленного предмета фокусируется перед сетчаткой, формируя на ней размытое изображение. В этом случае фокусное расстояние оптической системы глаза нужно увеличить, поставив на пути светового пучка рассеивающую или минусовую линзу. Дальнозоркий глаз слишком короткий в продольном направлении, и преломляющие способности его роговицы и хрусталика уже недостаточно для фокусировки идущих от близко расположенного предмета лучей света на сетчатке. Собирающая или плюсовая линза, размещенная перед глазом, помогает его оптической системе сформировать на сетчатке четкое изображение близко расположенного предмета. Для коррекции астигматизма недостаточно просто рассеять или собрать пучок света, попадающий в глаз. В этом случае необходимо отклонять световые лучи на разную величину для разных направлений. С этой задачей могут справиться особые линзы, торические, поверхность которой имеет форму тора. Торической называется цилиндрическая поверхность с изогнутым осевым меридианом. У торической линзы два радиуса кривизны, радиус цилиндра и радиус изогнутого осевого меридиана, или два главных меридиана с максимальной и минимальной оптической силой. У этих линз каждый меридиан имеет свою силу преломления. Линзы рассмотренных типов используют, либо вставляя в оправу очков, либо размещая их прямо на роговицы глаза, где они держатся на тонкой слезной пленке, подобно присоске, за счет отрицательного давления в пространстве под линзой. В втором случае такие линзы называются контактными. Очковые и контактные линзы могут состоять из нескольких частей, каждая из которых имеет свое фокусное расстояние. Фокус. На данный момент наиболее распространены монофокальные, простые однофокусные, бифокальные, с двумя фокусами, и прогрессивные, мультифокальные линзы. Каждый тип линз имеет свои преимущества и недостатки. В частности, чем больше фокусов у линзы, тем она универсальнее. Однако, чем мультифокальные линзы, тем меньшее поле зрения она обеспечивает. Рассмотрим их подробнее на примере очковых линз для коррекции дальнозоркости. Монофокальные линзы. В качестве типичного примера приведем работу в офисе. Здесь людям часто приходится переводить взгляд с одних объектов на другие, расположенные на разных расстояниях. Самый распространенный метод исправления ближнего зрения это ношение очков с однофокальными линзами. Такие линзы обеспечивают четкое ближнее зрение и большое поле зрения. Однако, удаленные предметы при этом расплываются. И даже изображение объектов, расположенных на среднем расстоянии, например, на экране компьютера, теряет четкость. Чтобы хорошо разглядеть изображение на среднем расстоянии, приходится передвигать голову ближе к экрану. Дело в том, что средства корректировки ближнего зрения, как правило, обеспечивают четкое изображение на расстоянии примерно 40 см. А компьютерные мониторы, как и большинство объектов, с которыми приходится работать на среднем удалении, расположены дальше. Именно поэтому однофокальные линзы для ближнего зрения могут быть неудобны тем, кто работает одновременно с предметами, расположенными на разных расстояниях. С этим связана необходимость более подходящих линз. Бифокальные линзы Идеальным средством, позволяющим вернуть остроту зрения как на дальнем, так и на ближнем расстоянии, являются бифокальные линзы. Именно в таком двойном назначении заключается преимущество этих линз. Однако, при явных преимуществах по сравнению с монофокальными, бифокальные линзы имеют определенные ограничения. Основным их недостатком является наличие распределительной линии, который отделяет часть линзы, предназначенную для дальнего зрения, от той части, которая необходима для ближнего зрения. Эта разделительная линия мешает переводить взгляд с дальних предметов на ближнее. Те, кто носит очки с бифокальными линзами, также жалуются на оптическое явление скачка, которое происходит при переводе взгляда от части линзы, предназначенного для дальнего зрения, через разделительную линию к части линий для ближнего зрения. Из-за этого изображение кажется искаженным или смещенным. Еще один недостаток бифокальных линз заключается в том, что в большинстве случаев через них невозможно смотреть на объекты, находящиеся на среднем расстоянии, например, на монитор компьютера. Хотя дальнее зрение остается острым, объекты на среднем расстоянии расплываются. Поэтому, чтобы четко видеть экран монитора, вам приходится смотреть сквозь бифокальную часть линзы и передвигать голову ближе к монитору. Однако постоянно двигать головой крайне неудобно, особенно если за компьютером приходится работать подолгу. Невозможность четко видеть на среднем расстоянии, на которую часто жалуются те, кто носит бифокальные линзы, заставляет обратиться к мультифокальным линзам другого типа. Прогрессивные линзы. Так как ваше зрение меняется со временем, то однофокальные или линейно расположенные многофокальные линзы, возможно, уже не являются для вас лучшим способом коррекции зрения. Способ, с помощью которого прогрессивные линзы корректируют зрение, похож на естественный. Эти линзы обеспечивают более острое зрение на любом расстоянии – ближнем, дальнем и среднем. Те, кто подумывал о ношении прогрессивных линз в прошлом, будут рады узнать, что технологические новинки, такие, например, как увеличение поля зрения, облегчили процесс привыкания к современным прогрессивным линзам по сравнению с их предшественниками. Переход между фокальными зонами бесшумный, и это позволяет с легкостью переключать фокус дальнего на среднее и близкое расстояние. Между зонами также отсутствуют видимые линии, поэтому никто не заметит, что вам нужна дополнительная помощь при рассматривании предметов вблизи. Для многих людей, пользующихся линзами, прогрессивные линзы являются лучшей альтернативой, поскольку именно они обеспечивают замечательную четкость зрения и зрительное удобство на всех расстояниях. Контактные линзы – это тонкие прозрачные диски, которые носят на передней поверхности глаз для корректировки зрения. Контактные линзы, так же как и очки, корректируют близорукость, дальнозоркость, астигматизм и пресбиопию. Многие люди, которые носят очки, так же с успехом могут носить контактные линзы. Контактные линзы изготавливаются из разных материалов и делятся на мягкие и жесткие линзы. Как правило, большинству подходят мягкие контактные линзы. Жесткие линзы обеспечивают более острое зрение, особенно у людей, имеющих большие нарушения рефракции глаза или сильный астигматизм. Возможно, к жестким линзам потребуется привыкать дольше, но как только глаза к ним привыкнут, вы можете с одинаковым удобством носить как мягкие, так и жесткие линзы. То, сколько вы можете носить контактные линзы, не снимая, зависит от их типа. Есть линзы, которые нужно снимать каждый день. Другие же линзы можно не снимать на ночь. Бывают линзы, которые нужно менять ежедневно, еженедельно, раз в две недели, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Впрочем, некоторым людям контактные линзы не подходят. Людям, страдающим от сухости глаз, частых глазных инфекций, сильных аллергических реакций, работающим в пыльных или грязных условиях, следует проконсультироваться со своим глазным врачом и узнать, подходят ли им контактные линзы. При условии правильного ухода и наблюдения, контактные линзы являются безопасной и эффективной заменой очкам. Риск возникновения осложнений на глазах можно уменьшить тщательную чистку линз и выполнением рекомендаций глазного врача. Микрохирургические операции на глазу – наиболее радикальный на сегодняшний день способ коррекции и нарушения рефракции и в большинстве случаев единственный возможный способ улучшить зрение в случае глаукомы, катаракты или услоения сетчатки. Самым популярным инструментом глазных хирургов является эксимерный лазер. Для того, чтобы избежать ношения корригирующих линз, люди с нарушенной рефракцией могут прибегнуть к ее исправлению хирургическим путем. Хирургическая операция для исправления рефракции с помощью лазера – ласик – изменяет форму роговицы и, соответственно, тот способ, которым свет фокусируется внутри глаза. Эта процедура исключительно эффективна и восстановление после нее происходит очень быстро. Задача хирургической операции для исправления рефракции – уменьшить или устранить зависимость человека от очков или контактных линз. И хотя эта операция не гарантирует всем пациентам восстановление зрения до нормы, она может значительно улучшить зрение и в большинстве случаев уменьшает, а в некоторых случаях полностью устраняет, необходимость использования корригирующих линз. Лазерная корректировка зрения начинается с того, что пациент входит в комнату с лазерным оборудованием и ложится в расслабленной позе на операционный стол. Сначала глаз закапывает анестетик, чтобы обездвижить его. Следующий этап – размещение глаза в надлежащем положении точно под лазерным устройством. Для того, чтобы мигание глаз не мешало проведению операции, хирург специальным устройством раздвигает и фикширует веки. Дальше хирург при помощи специального режущего инструмента микрокератома снимает верхний слой роговицы в виде круглого лоскута. Потом он аккуратно поднимает этот лоскут и отводит его в сторону. Еще раз убедившись в том, что центр зрачка глаза размещен точно под лазером, хирург пускает в ход лазер. Вправляемый компьютерной программой лазерный луч импульсом режима обрабатывает открытый слой роговицы. Каждая такая вспышка испаряет четверть микрона ткани роговицы. Меньше чем за минуту лазер заканчивает работу, мягко изменив профиль роговицы в зависимости от корректируемого дефекта рефракции. Если ткань удаляется в центральной зоне, то роговица становится более плоской, что исправляет близорукость. Если же испарить периферическую часть роговицы, то ее центр станет более выпуклым, что позволяет коррегировать телезоркость. Дозированное удаление ткани в разных меридианах роговицы позволяет исправлять астигматизм. На последнем этапе операции хирург мягко возвращает срезанный лоскут роговицы на место, разглаживая его специальной медицинской губкой. Во время проведения лазерной коррекции при сбиопии методом LASIK, программа коррекции реализуется по схеме монозрения или моноскопии. Напомню, что при сбиопии – это дефект зрения, из-за которого люди в возрасте старше 40 лет теряют способность читать или смотреть вблизи. При сбиопию или возрастную дальнозоркость традиционно корректировали с помощью очков для зрения, мультифокальных очков или контактных лиц. Моноскопическая коррекция зрения означает, что один глаз корректируется для дальнего зрения, а второй – для ближнего или среднего. Когда открыты оба глаза, для зрения на дальнем расстоянии мозг может выбрать дальнозоркий глаз, а для зрения на ближнем расстоянии – близорукий глаз. Многие люди привыкают к моноскопическому зрению очень быстро. У других же поначалу несколько нарушается чувство равновесия, но уже спустя несколько дней или недель наступает привыкание. Некоторые люди не способны адаптироваться к моноскопическому зрению. Данный метод им не подходит. Для того, чтобы определить, подходит ли конкретному человеку такой способ коррекции зрения, ему нужно пройти несложный тест. Хирургическое вмешательство довольно часто используют офтальмологии для выправления косоглазия. Операции по поводу косоглазия проводят взрослым людям, которые по той или иной причине не прошли лечение в детстве или получили его в результате травмы. Оперативное вмешательство направлено на то, чтобы усилить или ослабить одну из мышц, двигающих глазное яблоко, например, способом ее укорачивания. Вид операции определяется хирургом уже непосредственно на операционном столе, так как при такой операции необходимо учитывать особенности расположения мышц у конкретного человека. Иногда оперируется сразу оба глаза. При некоторых видах косоглазия оперируется только один глаз. Операция устраняет косоглазие, но для восстановления бинокулярного зрения все равно понадобятся специальные упражнения. Микрохирургическая операция на глазу является фактически единственным способом избежать полной потери зрения у больных в случае глаукомы, катаракты или отслоения сетчатки. Хотя для лечения начальных стадий глаукомы или катаракты и применяют глазные капли и таблетки, но они в лучшем случае способны замедлить прогрессирование заболевания. В случае глаукомы повреждение зрительного нерва и потерю зрения невозможно восстановить, но хирургическое лечение может сделать внутриглазное давление нормальным и предотвратить или приостановить дальнейшее повреждение нерва и развитие слепоты. Отслоение сетчатки невозможно вылечить медикаментозно. Единственный способ восстановить зрение и сохранить глаз в этом случае – срочное проведение операции. Для того, чтобы понять суть хирургических методов лечения глаукомы с помощью лазера, вспомним, что основной причиной появления этой болезни является повышение внутриглазного давления вследствие нарушения тока глазной жидкости из глаза через так называемую тробекулярную сеть. Под действием этого давления со временем повреждается зрительный нерв, что приводит к потере зрения и без лечения угрожает слепотой. Лазерная тробекулопластика является одним из видов операции при глаукоме, целью которой является увеличение оттока жидкости через тробекулярную сеть. В процессе лазерной тробекулопластики хирург использует специальную контактную линзу, дающую возможность сфокусировать лазерный луч на тробекулярной сети. В результате часть тробекулярной сети разрушается, отток глазной жидкости улучшается, что приводит к снижению внутриглазного давления. В ходе других видов лазерных операций при глаукоме понижение внутриглазного давления добиваются, например, проделывая дренажные отверстия в радужной оболочке глаза либо уменьшая количество выделяемой целиарным телом глазной жидкости путем повреждения лазерным лучом некоторых его частей. Хирургическое удаление катаракты методом ультразвуковой факумульсификации является одной из наиболее безопасных и часто проводимых операций в мире. Прежде всего, хирург делает разрез в роговице. Этот разрез делается не большим, чем это необходимо для прохождения через него хирургических инструментов. Сделав разрез, хирург осторожно отгибает передний слой хрусталика. Тем самым хирург получает доступ к внутренней области хрусталика, где образовалась катаракта. Затем хирург, используя специальный ультразвуковой инструмент, делит катаракту на более мелкие сегменты. После разделения катаракта на сегменты, хирург отсасывает их из оставшейся нетронутой части хрусталика. После удаления катаракты, капсулярную сумку, где был естественный хрусталик, вставляется искусственный. В большинстве случаев используется искусственный хрусталик, который сворачивается и вставляется через крошечный разрез. Этот разрез столь мал, что зачастую он водонепроницаем и не требует наложения шоу, особенно в том случае, если используется хрусталик, который можно свернуть. При операции на сетчатке используют операционный микроскоп и другие крошечные хирургические инструменты, которые вводят внутрь глазного яблока. Для улучшения доступа к сетчатке хирург сначала удаляет из глаза стекловидное тело со следами правоизлияния. Для того, чтобы снова скрепить услоившиеся части сетчатки с усудистой облочкой глаза, сетчатку во многих местах прижигают лазерным лучом, так называемая фотокоагуляция. Для улучшения лечебного эффекта сетчатку прижимают к усудистой облочке путем заполнения глазного яблока пузырьком специального газа или силиконового масла. Спустя некоторое время силиконовое масло замещают на солевой раствор, поскольку оно затрудняет зрение. В запущенных случаях этого глазного заболевания лечение является достаточно сложным и длительным процессом. Зачастую хирургическое вмешательство приносит желаемый результат не с первого раза. Однако даже в случае успешной операции по прикреплению ослоенной сетчатки зрение полностью не восстанавливается. Нередки случаи близорукости и астигматизма, возможно полторные случаи отслоения сетчатки. Итак, мы рассмотрели наиболее распространенное аномальное состояние зрительной системы человека и методы их устранения, предлагаемые медициной на данный момент. Что объединяет эти очень разные, на первый взгляд, методы? Можно ли найти что-либо общее, например, между коррекцией близорукости с помощью очков и операцией по удалению катаракты? К сожалению, весь этот разнообразный арсенал средств и методов современной офтальмологии имеет одну общую особенность. Он направлен исключительно на устранение последствий и нарушений нормальной работы зрительной системы, а не на устранение первопричин их появления. Если, допустим, врач, лечащий пневмунию, четко знает, что эта болезнь вызывается микроорганизмами, и для лечения больного он использует убивающие их антибиотики, то его коллега-аптальмолог не имеет четкого представления о том, почему ранее нормальный глаз удлинился и стал близоруким. Такое состояние дел можно объяснить только тем, что господствующая на данный момент теория Гельмгольца несовершенна и нуждается в пересмотре или замене на другую, более совершенную. В последней части видеокурса мы детальнее рассмотрим самую известную альтернативную теорию зрения Уильяма Бейтса. До встречи в следующем видео!